МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях города и региона в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Наталья Лопатина. Повышение зарплаты бюджетникам, в том числе медперсоналу, поддержка молодых семей и многодетных. Бюджет Самарской области утвержден, и он обещает быть социально ориентированным. Около 10 тысяч человек. Рекордное количество сотрудников принял автобаз за последние два года. Однако набор продолжается и сегодня. В другом месте не найдешь более серьезную, ответственную работу, где есть много хороших условий. Невероятная история появления малыша на свет. Жительница Жабулевска родила ребенка по пути в Тольяттинский роддом. Сопровождал семью экипаж ДПС. Огромная благодарность сотрудникам БДД, которые помогли в тот момент. Нам сразу оперативно остановились, они сразу без разговоров, сразу же в машину сели и сразу же повезли нас с сопровождением. Бюджет Самарской области утвержден, и он обещает быть социально ориентированным. Губернская дума приняла в первом чтении главный финансовый документ губернии. Средства пойдут на решение важнейших социальных задач, отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сферы здравоохранения, образования, культуры традиционно самой расходной статьи. Также будут предусмотрены средства на поддержку участников СВО и их семей. Выделены единовременные выплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Запланировано дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Разработана новая мера социальной поддержки для многодетных семей. Это выплата 250 тысяч рублей. Она скоро станет доступной для всех многодетных семей региона. Так, по своему выбору, многодетные смогут направить денежные средства на частичное погашение ипотеки, приобретение жилого помещения, земельного участка или строительство жилого дома. Отметим также, что при обсуждении проекта бюджета 2025 губернатор Вячеслав Федорищев дал прямое поручение увеличить финансирование программы «Содействие» со 120 миллионов рублей до 800 миллионов рублей. Это программа, которая должна помогать жителям контролировать в углу устройства и ход работы тех, которые они считают приоритетными. Это программа, которая должна быть безупречная открытая модель голосования за те или иные объекты, которые жители хотят профинансировать. И в этой программе, так как мы с точки зрения бюджета еще не так сильны, должно быть в значительное участие частных партнеров. И еще одна новость из областного парламента. Екатерина Кузьмичева, политик с большим стажем, хорошо известная и уважаемая не только в Тольятти, но и во всей губернии, избрана заместителем председателя Самарской губернской думы. Ее кандидатура была утверждена на внеочередном заседании областного парламента. Екатерина Кузьмичева уже имеет опыт работы вице-спикером губернского ЗАГС собрания. Елена Лапушкина ушла в отставку. Заявление о досрочном прекращении обязанности в должности мэра она подала 13 ноября. Отставку депутаты приняли единогласно. Напомним, Елена Лапушкина управляла Самарой с 2017 года. В РИО мэра стал Иван Носков. Что касается Елены Лапушкиной, то она назначена уполномоченным по правам человека в Самарской области. Последние 10 лет в должности областного обучсмена работала Ольга Гольцова. К событиям АвтоВАЗа. Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание Совета директоров АвтоВАЗа, а также протестировал опытную версию «Лада Е-Аура», оснащенную электродвигателем. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли Антон Алиханов и президент компании Максим Соколов. По итогам года АвтоВАЗ выпустит 500 тысяч моделей «Лада». Для российского бренда этот объем является очередным максимальным показателем за последние 10 лет. Второй год подряд АвтоВАЗ обеспечивает безубыточность и финансовую стабильность. Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров поблагодарил президента АвтоВАЗа Максима Соколова, топ-менеджмент и всю команду предприятия за достигнутые результаты. Конкурентная заработная плата, солидный социальный пакет, работа в стабильной и стремительно развивающейся компании. Сегодня все это можно получить на АвтоВАЗе. За последние два года предприятие приняло на работу около 10 тысяч человек. Цифра рекордная за последние 15 лет, но набор сотрудников продолжается и сегодня. Предприятия по-прежнему нужны представители более сотни профессий, на которые открыто свыше тысячи вакансий. Чем сегодня АвтоВАЗ привлекается искателей и молодых специалистов и опытных, выяснили мои коллеги. Из Оренбургской области на АвтоВАЗ в Тольятти такой путь навстречу новому перспективному месту работы проделал Анатолий Котков. Из соседнего региона в автомобильную столицу он перебрался, узнав о работе на АвтоВАЗе в разделе «Карьера» на сайте lada.ru. Кстати, для таких сотрудников существуют дополнительные меры поддержки. Автозавод готов принимать на работу жителей не только Тольятти, но и представителей других населенных пунктов Самарской области и даже регионов. Помимо традиционных выплат для всех вновь устроившихся, иногородним ежемесячно полагается до 15 тысяч рублей для аренды жилья. Зашли на сайт АвтоВАЗ, посмотрели вакансии, я приехал сюда, мне здесь все объяснили, показали, взяли на работу с режетником, все отправили на обучение. Работать молодому поколению предстоит бок о бок с опытными старшими товарищами, в их числе Александр Назаркин. Для него АвтоВАЗ первое и единственное место работы, трудовой стаж Александра более четверти века. Он изготавливает формы и формовочные стержни для отливки металла. Меня привлекает на АвтоВАЗе стабильность, ну и зарплату. Сегодня работа на АвтоВАЗе это не только возможность расти профессионально и развивать свои компетенции, но и передавать опыт молодым коллегам. Екатерина и Анатолий вскоре пополнят ряды сотрудников производства чугунного литья и паковок. А пока проходят обучение и знакомятся с будущей профессией стержинщика. Для Екатерины это далеко не первый опыт работы на АвтоВАЗе. Много лет она трудилась на производствах сварки и окраски. В другом месте, в другом не найдешь более серьезную, ответственную работу, где есть много хороших условий. У нас есть отпуски, у нас есть профсоюз, где нам дают путевки, также и для детей, и лагеря. Также, не знаю, больничные, допустим, не дай бог, у меня есть двое детей, спокойно уходишь, все это оплачивается. Олег Ломакин, электросварщик ручной сварки в производстве шасси. На АвтоВАЗе почти 35 лет. Все это время остается верен родному предприятию и любимой профессии. Работаю на АвтоВАЗе, я успел построить и одну квартиру, и вторую, и все это зарабатывая своим физическим трудом. С хорошей оплатой труда. За последние два года «Автогигант» стал ориентиром для компаний всей Самарской области по такому показателю, как уровень дохода работников. Однако сегодня работа на АвтоВАЗе привлекательна не только по причине достойной оплаты труда. Перечень социальных льгот и гарантий для действующих сотрудников весьма длинный. Людей привлекает компенсация питания. Работник платит всего 34 рубля за обед стоимостью в 223 рубля. Завод доплачивает чуть более 188 рублей. Льготные путевки в санатории и профилактории. Работодатель компенсирует до 90% стоимости. Пособия женщинам. Десятинедельный дополнительный родовой отпуск. Пособия до трех лет. А также автомобили со скидкой для работников компании. До 10%. Приятные бонусы. Бесплатное питание в третью смену. Обязательный корпоративный отпуск в июле-августе. Развитая система наград и поощрений. От благодарностей до специальных премий. Страхование от несчастных случаев от работодателя. Софинансирование при ДМС и так далее. Советую молодым людям прийти к нам в наш дружный коллектив автоваза. Освоить специальности и наше оборудование. За последние два года автоваз принял на работу около 10 тысяч человек. Цифра рекордная за последние 15 лет. Но набор сотрудников продолжается. Предприятию по-прежнему нужны представители более сотни профессий. На которые открыто более тысячи вакансий. Конкурентная заработная плата. Солидный социальный пакет. Работа в стабильной и стремительно развивающейся компании. Сегодня все это можно получить на автовазе. Обращайтесь в управление кадров по адресу. Южное шоссе 36 кабинет 119. Или по телефону 64 64 64. Почта для отправки резюме. Персонал собака-ваз.ру Меняй жизнь к лучшему. Переходи на автоваз. Василий Логинов, Евгений Черемин. Новости Тольятти. К другим темам. 15 ноября день памяти первого мэра Тольятти Сергея Жилкина. Его не стало в 2008 году. Сергей Федорович всегда был открыт для общения с журналистами. Был частым гостем нашего телеканала. Уже прошло 16 лет, как на территории санатория-порфилактория Прелесье. На Сергея Жилкина было совершено покушение. Спасти его не удалось. Каким был Сергей Федорович? Своими воспоминаниями с нашей съемочной группой поделилась вдова первого мэра Тольятти Вера Жилкина. Интервью с Верой Руслановной мы покажем в понедельник вечером в программе «Обозреватель». Не пропустите. Вера Руслан, скажите, такой вопрос, очень личный. Он вам снится? Если честно, да. Особенно в первые годы, хочу сказать, когда тяжелые мы ситуации остались. Тогда были такие сны, как бы сказать, видение, как себя вести, что делать. Он еще при жизни часто говорил, что самостоятельность должна присутствовать всегда, ты все время должен уметь. Я детям сейчас тоже это переношу, что вы каждый сам должны уметь за себя отвечать. Невероятная история появления малыша на свет произошла в Тольятти. Инспектор ДПС помог добраться к беременной женщине и до роддома. Все случилось вечером 7 ноября. Евгения и Георгий Садовский ехали из Жигулевска в Тольяттинский роддом. По пути у женщины начались роды. Благодаря слаженным действиям инспектора ДПС, роженица оперативно была доставлена в больницу. Правда, уже с ребенком на руках. Все подробности далее. На этих кадрах за рулем патрульной машины старший лейтенант полиции Дмитрий Сосковец. Вечером 7 ноября он нес службу на КПП «Рубеж». Возле поста остановился автомобиль. Из него вышел взволнованный мужчина и пояснил, что у его супруги начались роды. Так как в эти минуты движение на дороге было затруднено, он попросил побыстрее доставить его жену до роддома. Не теряя времени, было принято решение, что служебный автомобиль будет сопровождать семью в медучреждении. К нам подъехал на КПП «Рубеж» гражданин, попросил оказать помощь. То есть, связавшись с дежурной частью, было принято решение сопроводить данных граждан до роддома на улице Баныкина. То есть, предпринимав все меры безопасности, данные граждане были доставлены оказывать помощь. «Огромная благодарность сотрудникам ГИБДД, которые помогли в тот момент. Нам сразу оперативно остановились, они сразу без разговора, сразу же в машину сели и сразу же повезли нас с сопровождением». Евгения вспоминает, что в этот день был сильный гололед, а на дороге большая пробка. И только благодаря оперативности сотрудников ДПС в считанные минуты женщина была экстренно доставлена в больницу. «Дмитрий остался нередушным в нашей ситуации, с специальным звуковым сигналом довез нас до роддома. Но, к сожалению, малышка оказалась быстрее, родилась она в пути в роддом. Довезли мы ее очень быстро, без переохлаждения, все хорошо. И благодаря Дмитрию ей ничего сейчас не угрожает здоровью. Спасибо». «Одним глазом на дорогу, вторым глазом в зеркало смотрел, чтобы они не отстали, никуда не попали, ни в какую ситуацию. Так доехали без происшествия». Старший лейтенант полиции Дмитрий Сосковец пожелал семье здоровья, безопасных дорог и вручил маме букет цветов. Счастливые родители поблагодарили за помощь, умелые действия в критической ситуации и внимание, оказанное их семье. Новорожденную назвали «Любовь». В семье Садовских это четвертый ребенок. На свет девочка появилась весом почти 4 килограмма. Малышка и мама пока находятся в медучреждении, но скоро отправятся домой. Наталья Лопатина, Евгений Черемин. Новости Тольятти. И далее расскажем о событии, которые особенно приятны для всего телеканала «Тольятти-24». Сразу два наших телепроекта стали финалистами седьмого регионального конкурса «Верное слово», который проводит Московская метрополия, Русской православной церкви и Союз журналистов Подмосковья. В этом году конкурс объединил более 150 участников из различных регионов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в Центре культуры и искусства города Реутова. Наши коллеги, представители телеканала «Тольятти-24» отмечены на творческом конкурсе «Верное слово». Телеканал «Тольятти-24» удостоен диплома за активное продвижение ценностей православия в средствах массовой информации. Специальный приз от Союза журналистов Подмосковья, а также памятный подарок от Союза женщин России получила Галина Дедова за программу «От чистого сердца» от Альяттинки Марине Лазаревой и ее приемном ребенке. Праздник для всех, у кого руки не для скуки. 16 ноября – Всемирный день рукоделия. Миллионы мастеров и мастериц, проживающих в разных уголках мира, гордятся своими творениями и с удовольствием отмечают эту дату. В разных городах России регулярно проходят различные фестивали, посвященные ремеслам. В преддверии праздника телекомпания «Лада Медиа» организовала выставку работ своих сотрудников. Выставка работ сотрудников телекомпании приурочена к Всемирному дню рукоделия, а отмечается он 16 ноября. Это праздник вышивающих с рукодельниц, мастеров и умельцев. Настрии моды – вещи, сделанные своими руками. А ремесленное искусство приобретает новую жизнь и становится все более популярным. Татьяна Сизова – человек творческий и необычайно позитивный. А любовь к искусству помогает ей как в работе, так и в повседневной жизни. Рисовать она начала с детства. На выставке Татьяна представила две своих работы. Вообще изначально творчество – это мое все, поскольку у меня образование именно декоративно-прикладное искусство. Поэтому я, конечно, не могу без творчества, я не могу без рисования, я не могу без поделок, я не могу без каких-то сувенирных игрушек. Я обязательно делаю какие-то новые игрушки к Новому году, к 8 марта. Рисую что-то для внуков своих, поэтому это мое все. Впервые в выставке работ приняла участие абонент телекомпании «Лада Медиа» Лидия Пылаева. А представленные экспонаты очень яркие и необычные. Вот уже 4 года Лидия Алексеевна занимается изготовлением игрушек из ваты. Кстати, сделать их совсем непросто. К примеру, на изготовление такого Деда Мороза у нашей мастерицы ушло около двух суток. И в каждое свое изделие Лидия Алексеевна вкладывает любовь и душу. Но это душа. Делать нечего, я сижу и делаю. Время уходит. А это работа нашей сотрудницы Ольги Лобунец. Бактус или треугольная вязаная косынка – модный аксессуар, который становится все более и более популярным. Конечно, его можно купить в магазине, скажете вы. Но согласитесь, вещи, изготовленные своими руками, носить куда приятнее. Кстати, у Ольги интерес к вязанию появился еще в школе. В семье вяжут и мама, и сестра. Для меня вязание – это возможность успокоиться в конце рабочего дня. Привести мысли в порядок. Ну, отдых. В истории России всегда существовала богатая традиция рукоделия. Разнообразные виды ручной работы, такие как вышивка, вязание, роспись, резьба по дереву и многое другое играли важную роль в повседневной жизни людей. Русские семьи передавали секреты мастерства и творческие навыки из поколения в поколение. С появлением индустриализации и массового производства ручной труд потерял свое первоначальное значение в экономике и был заменен машинами. Однако интерес к рукоделию и творчеству остался среди людей. И в последние десятилетия произошел подъем интереса к ремесленному искусству. И каждая такая выставка рассказывает о возвращении к исконно русским корням и сохранении традиционных ценностей нашего народа. Наталья Лопатина, Александр Туровский, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти. А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь ноябрь бесплатный пошив. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Подписывайтесь на телеканал «Тольятти-24». И читайте новости города во всех социальных сетях. Телеграм, Одноклассники и ВКонтакте. И не забывайте про наш сайт в итальятти24.ру. С вами была Наталья Лопатина. До встречи.